Возрастные бараны 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 Видите, но самое главное тут глубина туловища. Начинаем вот отсюда, вот до сюда, вот так вот держим, чтобы видно было животное. Вот это годовалый баранчик. Вот в прошлом году, вот этот баран, кстати, вот этот баран, тоже мы его поставили на опыт, в прошлом году среди выставочных, вот он выставочный написан, чтобы легче было найти в стаде. Среди выставочных баранов в прошлом году он взял золотую медаль, но среди ремонтного молодняка, не среди взрослых, а среди молодых, теперь он уже взрослый баран. Теперь, посмотри, отойди. Да, попробуй, отойди. Не удержишь. Смотрите, вот глубина туловища, вот это, и когда мне говорят там, вот, Гесарского, у него ничего нет. Смотрите, шерсть видите какая? Нежесткая шерсть. Грудная клетка не выдается. Кто-то может меня обвинять в том, что я прилил Гесарскую кровь и так далее, но тут опытный человек выйдет, прям вперед встань, 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 ничего страшного. Давай. Пусть голову подними. Смотрите, какой экстериатор. В нем сейчас килограмма, наверное, 140, не меньше. А может и 150, я не знаю. Где-то будет, наверное, да, килограмма? 145, будет. Вот. А, ну сейчас его, давай, жилетку. Высоту, посмотри. Так, высота. Держи. О, я, это скандин. Почта у вас. Ай-яй-яй. Здесь он 98, не отмечу. 96 килограммов. Сантиметров. Да, 96. Холки. Здесь 95. Ну, можно сказать, выдающийся баран тоже, хороший баран. Периодически они завешиваются, и завешивается контрольная группа из отары, из отары баранов. И вот из опытной группы сравнивается. И они будут сравниваться потом еще осенью. И таким образом мы сделаем выводы целесообразности кормления баранов зимой, чтобы... Влияет ли это на продуктивность его возраста во взрослом возрасте? Или не влияет. То есть это будет влиять также и на экономику хозяйства. Стоит тратить корма. Если, например, то, что он похудел зимой, не повлияет на его продуктивность во взрослом, зачем переводить корма? Ну да. Правильно? Пусть спасется, если чуть-чуть похудеет, может быть, это не страшно зимой. Я думаю, что естественное состояние, если зимой животное немного худеет, это не страшно. Я думаю, даже это полезно, скорее всего. Потому что она... Это точно не страшно, вот уж как... Так природа распорядилась, что животное зимой... Есть даже предположение, что зимой, если животное худеет, оно лучше поправляется к следующей осени. Потому что она чувствует, что наступают трудные времена зимою. А если ты круглый год кормишь его хорошего, зачем ему наращивать массу в креме? Правильно? Ну, наверное. Дорога. Побраться. Красавчик. Вот он приходится мне. Я не до сюда. Вот и курдюк. Во весь экран. Йосип, тяжелый баран? Нелегкий. Нелегкий? Я сильный, поэтому я его держал. Ха-ха-ха. Играет мика. ЧАП. Я не вижу. Играет м zur osób. Ха-ха. Продолжение следует...